Всем привет! Сегодня я покажу комнату Олеси. Ей сегодня исполнилось 2 года. Также я покажу, как мы украсили комнату к её дню рождения и какие поделки мы сделали сами. И также покажу ещё немножечко подарков, которые нам подарили, так как другие подарки я убрала подальше, чтобы выдавать ей постепенно, а не всё сразу. Также, кому интересно посмотреть нашу комнату, наше украшение, оставайтесь со мной. Итак, утром мы приготовили здесь кучу-кучу шариков было, но почему-то у нас очень много шариков полопалось. Так что вот так мы заходим в комнату и сразу у нас на двери висит вот такой вот плакат. Далее у нас стоит тот огромный вот такой вот зеркальный шкаф-купе. Стену украсили мы бабочками. Кстати, эти бабочки мы делали вместе с Олесей. Они сделаны из обычной цветной бумаги. И в центре здесь бусинки. Получилось на самом деле очень красиво. И все идеи я нашла в интернете. Так что вот так у нас эта стена украшена бабочками. Дальше у нас диван. И над диваном мы повесили... Поздравляем! Повесили шарики. И повесили гирлянду. Олеся у меня просто без ума только гирлянда. Постоянно просит вечерами, чтобы я их включила. Ничего не видно. Так. Также еще я делала... Такие вот помпоны. Они получились такие воздушные, такие прикольненькие. Это из креп-бумаги. Если кому интересно, напишите в комментарии. Я обязательно вам дам ссылку, где я все эти идеи нашла. Ну и давайте теперь посмотрим немножечко подарков, которые нам подарили. Нам подарили огромный набор музыкальных инструментов. Олеся просто без ума. Барабан, бубен, всякие. Очень понравились вот такие вот язычки и трубочки с дубками. Вот такую вот штучку. Я еще это не распаковывала. И решила ей попозже немножко дать, чтобы не все сразу. Конструктор такой. Циферки тут развивающие. Грапазла там, 40 карточек. Тоже все посмотрим. Вот такую вот доску для рисования. Вот этот обалденный подарок нам сделали родители. Я им заказывала такой вот планшет. Тут можно учить буквы, цифры, слова. Ну, короче, очень много всего делают. Я, может быть, сниму отдельный обзор на эту штукенцию. Вообще просто супер. Мне очень понравилось. И тут даже есть такой вот электронный дисплей. Вообще супер. Так, вот такую еще классную штуку нам подарили. Это говорящая азбука. Тоже сниму, может быть, обзор на эту штучку. Так, и в этом углу у нас маленький беспорядок, скажем так. Вот мы Олесе также утром подарили. Она так как любит очень сильно Машу и медведя, мы ей подарили вот такой вот шарик. Медведь. Она сразу спросила, а где же Маша? Цветочки. Также я для фотосессии делала сама вот такие вот аксессуары. Тачки, усы, губы. Обычно с ними пофоткали. Ксилофон. Вот такая игрушка музыкальная. Очень много открыток уже Олесенька у меня порвала. Также я вставлю и покажу вам порт, который я заказывала, Замок Ребьи. Ну вот, в принципе, вся вот эта комната. Это у нас зал. И здесь у нас спит Олесенька. Вот. У нас тут стоит еще кроватка. Но просто мы сейчас ее перевезли в другую комнату. Чтобы было здесь побольше места и попросторнее. Также мы отмечали уже и детский день рождения. То есть мы день рождения разделили на две части. На два дня, так скажем. Потому что один раз мы отмечали в игровом лабиринте. Затем мы дома отмечали. Было очень много детишек. И я поняла, что дома ее отмечать детское день рождения больше не будут. А сегодня к нам родственники приходили. Кому понравилось, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Всем желаю удачи. Всем пока. Кстати, хотела сказать, что мы недавно ходили, прям буквально неделю назад, на детский день рождения, в игровой огромный центр. Там было 10 малышей. Все примерно от 2 до 4 лет. Так вот, что я хочу сказать. Если вы думаете приглашать аниматора, то для 2-3 лет я считаю, что это делать не нужно. Потому что все в основном дети у нас 2-3 года были. Им аниматор совершенно был не нужен. Они так были увлечены всякими карусельками, всякими другими интересными штуками, что просто они не слушали аниматора. И также в этом месте, где сейчас стоит стул, обычно у нас стоит детская ее кроватка. А еще будет 29 декабря мужа день рождения, потом ему подружки. У нас очень много дней рождения как раз выпадает перед Новым годом. Так что вообще уже просто иногда голова взрывается под Новый год. На Новый год уже просто ничего не хочется. Просто хочется отдыхать. И все. И если честно, я устала от готовки, от мытья посуды, от всего. И сейчас мне просто хочется лечь, лежать, посмотреть, может быть, какой-то фильмец и уснуть. Так что, в принципе, все было замечательно, но как-то я подустала. Теперь точно всем пока. Продолжение следует...